Продолжение следует... Ананиме, Саила и Азария. Эти святые являются ветхозаветными святыми, которые пострадали еще до рождения Христа Спасителя. Поэтому их память всегда связана с воспоминанием Рождества Христова. Одно из воскресений посвящено Трематраком, которые пострадали во времена царя Новохадоносора. В 6 веке до н.э. Израильское царство захватывает вавилоняне. Разрушается Иерусалимский храм, храм Соломона. Разрушается Иерусалим. И знатное население из еврейского народа насильно переселяется вавилон, для того, чтобы там жить в плену, для того, чтобы евреи на местах жили спокойно и не поднимали бунты. И вот такими юношами, детьми этих богатых евреев были Ананим, Исаил и Азария. Это были три юноши, которых вавилонский царь Новохадоносор призвал к себе в свой двор, для того, чтобы научить их халдейским наукам, воспитать их как вавилонян, и чтобы они забыли свое отечество и родину. Но Анане, Азария, Исаил помнили тому, чему их учили в родных домах, в родном Израиле, и поэтому строго соблюдали закон Моисеев, даже находясь в плену. Поэтому их жизнь была исполнена поста, так как вавилоняне вкушали свинину, а Моисей еврейскому народу запретил вкушение свинины. И поэтому приходилось этим трем отракам, находясь во дворце царя Новохадоносора, питаться одними овощами, пить одну воду, но при этом служить языческому царю. И вот однажды царь создает великолепную статую свою, свою статую, в которой повелевает, чтобы ей служили и поклонялись как Богу. И каждый житель дворца должен был преклониться перед этой статуей и совершить жертвоприношение. Трое одраков, Анане, Азария, Исаил, отказываются это совершить, ссылаясь на то, что есть только один Бог, которому и достойно поклоняться и служить. За что их царь пытается сначала уговорами совершить это, но они стоят настойчиво на своем. И царь тогда повелевает растопить огромную печь, в которой плавили когда-то железо высотой, причем не дровами углем, он повелевает туда добавить нефть, от которого пламя становится высотой около 30 метров. То, что даже люди, которые близко стояли этого печи, обжигало это пламя. И вот этих трех юношей отправляют в этот огонь для того, чтобы они сгорели в нем и, испугавшись его, отказались от своей веры, но они не испугались этого огня. А с молитвой и пением псалмов зашли в этот огонь и совершилось чудо. Они остались невредимыми. Стоя в печи, они выхваляли Бога, поя ему песни «Благословернись и Господи». И тем самым царь Навуходоносор удивился и даже разглядел в пламени огня этих трех юношей, которые стояли в этом огне. И с ними был еще четвертый. Это был ангел Господень, который закрывал их своими крыльями от пламени огня. Тогда царь Навуходоносор повелевает потушить это пламя и вывести оттуда этих юношей. И они потом умирают по одному из преданий, им отрубает голову уже внук царя Навуходоносора. Пророк же Даниил был учителем этих трех отроков. Он был очень любимым царем Навуходоносором. Он ему разгадывал сны, считал царь Навуходоносор, считал его самым мудрым человеком в своем царстве. Но по навету врагов однажды на него воздвигали клевету в то, что он, царь Даниил, не служит языческим богам и не почитает царя как бога. За что царь Навуходоносор отправляет его в темницу. В темницу, не просто в темницу, а в ров со львами, чтобы он испугался там и тем самым казнен был дикими зверями. Но Господь и здесь совершает чудо со своим верным рабом, пророком Даниилом, который, находясь в этом рве, вместе со львами, львы становятся наподобие котят, которые подходили к пророку Даниилу, лизали его ноги, преклонялись к его ногам и не причинили вреда Божьему избраннику. И царь Даниил, пророк Даниил совершил даже с ним известно другое чудо, когда он, находясь во рве, в яме с этими зверями, захотел есть. В это время в Израиле шел другой пророк Амос, нес в горшке чечевичную хлебку. И вот появился ангел, который перенес пророка Аваку, пророка Вавилон, чтобы накормить пророка Даниила. Даниил, пророк, умер своей смертью по преданию уже при внуке царя Навуходоносора и стал тем пророком, который предвозвещал в пророчество пришествия Мессии, пришествия Христа Спасителя. Поэтому память пророка Даниила и трех отраков, она совершается совсем незадолго до Рождества Христова. Он тем самым является прообразом и предшественником того, как верой в грядущую Мессию люди избавлялись от всякого неприязни рода человеческого. Дорогие братья и сестры, 2 января церковь вспоминает святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского чудотворца. Святой Иоанн родился в Архангельской области в середине XIX века. Родители его были очень верующими людьми. Отец был дичком в местной церкви. Они жили очень бедной, скромной жизнью. Будущий Иоанн Кронштадтский родился очень слабым ребенком. И поэтому родители, не дожигая до 40-го дня, окрестили его очень скоро в честь праведного Иоанна Рыльского. Но так случилось, Божьей волей после крещения, ребенок стал выздоравливать и расти очень быстро, учась у родителей вере и благочестие. Но единственной проблемой будущего отрока Иоанна была грамота. Очень долго ему не давалось обучиться читать. И поэтому он горячо молился Господу Богу, чтобы Господь его вразумил это. И как потом в дальнейшем вспоминал святой праведный старец, что в один прекрасный момент с его глаз как бы пелена сошла, и он стал разуметь читаемое в книгах. Святой Иоанн Кронштадтский, святой и праведный Иоанн Кронштадтский по благословению своего отца отправился учить в местное училище, где учился грамоте, богослужению и христианской вере. Но находясь в этом училище, заканчивая его, у отца Иоанна умирает отец. И старец Иоанн решает закончить училище и возвратиться в свой дом, чтобы помогать материально содержать свою мать. Но мать не благословляет его на это, а хочет, чтобы он выучился в дальнейшем на священника и стал пастырем Церкви Христовой. Иоанн Кронштадтский отправляется в город Санкт-Петербург, поступает в семинарию, заканчивает академию. И по окончанию академии принимает решение не поступать в монашество, а жениться на дочери священника Кронштадтского собора. Незадолго до этого он видит вещий сон, в котором он видит, что его служение совершается в огромном соборе. И вот когда он женится на своей жене и попадает первый раз в Андреевский собор города Кронштадта, он узнает этот собор из своего сна и понимает, что здесь Господь уготовил место его служения. С женой своей он заключает, уговаривает ее остаться как брат и сестра, не вступать в семейные отношения, а только внешне соблюдать семейную жизнь. И поэтому, так называемые, они жили белым браком. И святой правил, его скоро очень рукополагает священника, и он начинает служить Господу Богу своим служением, своими проповедями. Народ его очень быстро принимает на этом приходе. Кронштадт в то время представлял собой очень страшное место, где не было нормального квартала, были одни бараки, жило очень бедное население, вдовы, моряков, солдат. Очень большое количество сирот находилось в этом городе. И вот батюшка Иоанн, видя эту нищету, страдания народа, своих прихожан, он начинает им помогать, раздавать им те деньги, которые ему положено было получать, как заработную плату. Были даже случаи, когда он отправлялся кого-то причащать в эти трущобы, и оттуда возвращался в одном, так скажем, исподнем, то есть то, что носилось, как нижнее белье. Он так все, он раздавал рясу, подрясник, то есть все, что имел, все отдавал неимущему, со словами «Господь мне еще даст». И даже, вы знаете, были такие случаи, когда ему передавали огромные суммы в период своего, когда он стал настолько популярен, что к нему начали съезжаться люди со всей России. То есть ему царскими деньгами передавали однажды 30 тысяч, это огромное количество, огромная сумма. И он одной рукой берет, и другой сразу отдает женщине, которая не имела дома. И когда женщина, которая передала эти деньги, батюшка говорит, куда? Он говорит, ты дала, а я отдал. И поэтому, и доходило вот до таких курьезных даже случаев, его матушке приходилось самой ходить, получать его жалования в храм для того, чтобы хоть на что-то можно было жить. Потому что батюшка зачастую не доносил этих денег до своего дома. Его день отличался тем, что он в течение... вставал очень рано, в 4 часа утра вставал, совершал молитву, приготовлялся к причастию и отправился в храм. В 5 часов начинал, и в это время, когда он выходил в 4 часа утра из дома, его уже встречали люди, которые хотели получить от него благословение, слово утешения, молитву просили. Батюшка не отказывал никому. Были случаи, даже когда он молился за некрещенных даже людей. Был случай, когда к нему подошел еврей, который просил помолиться его о дочери, которая умирает. И батюшка Иоанн не отказал. И когда еврей вернулся домой, жена уже встречала его с ребенком на руках, говоря, что ребенок выздоровел. Иоанн Горанштадский имел особый дар молитвы. И это было всем известно, потому что письма, когда праведный Иоанн Горанштадский совершал литургию, письма с просьбами, телеграммы с просьбами о его молитве приносились мешками. И батюшка не имел возможности всех прочитать, он просто клал на них руки и молился. И говорил со словами молитвы о том, чтобы Господь помиловал тех, кто просит его в этой молитве. Святой праведный Иоанн Горанштадский совершал многочисленные паломнические поездки, совершал, где его действительно встречали, как всенародного, любимого батюшки. Святой праведный Иоанн Горанштадский старался совершать каждый день литургии. Его проповеди, его исповеди общие отличались тем, что на его проповедь приходило до пяти тысяч прихожан. И его исповеди отличались искренностью. Народ, видя его общую исповедь, народ плакал, выкрикивал грехи и обещался ему, что они не будут больше грешить. Святой праведный Иоанн Горанштадский стал, видим, примером для тысячи и тысячи священников, мирян, которые служили Господу Богу, пред престолом Божиим. И по сей день Иоанн Горанштадский является для нас духовным отцом, тем маяком, духовным маяком, пастырем, который ведет нас ко Христу Спасителю своим примером, своей верой, своей молитвой. Святой праведный Иоанн Горанштадский до последнего служил Божественной Литургией, до последнего причащался и до последнего возносил свои молитвы перед Господом Богом. И по сей день его мощи находятся в граде Санкт-Петербургский, в том монастыре, который по его благословению создан был в центре этого града. Промзино, городище, а ныне рабочий поселок Сурское, основанный в 1552 году, отмечен особой благодатью. По преданию, здесь, на Белой горе, почти пять веков назад явился образ святителя Христова Николая, защитив чудесным образом село от набегов кочевников. С тех пор и по сей день Николина гора, у подножья которой бьет три источника, место паломничества тысяч верующих людей. Однако сегодня в Сурском недостаточно развита инфраструктура для приема большого количества паломников. На тему развития села в этом направлении и шла речь на совещании, организованном в Сурском. Его возглавили губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов. Именно по его инициативе было собрано совещание и митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф. Место историческое, потому что впервые на Поволжской земле, именно здесь, в Промзино, в Сурском, была совершена первая божественная литургия на вот этих просторах, на этой земле. Ее совершил будущий митрополит московский и всеярусия Афанасьев. Поэтому место для нас очень важно и оно, конечно, должно получить свое развитие. Ранее владыкой Иосифом было предложено создать в Сурском духовно-просветительский центр, который включит в себя новый, более вместительный каменный храм, монастырский комплекс и паломнический центр. Идею поддержал губернатор. И уже сейчас началась работа по осуществлению задуманного. Нужно обязательно в рамках нашей вот этой большой работы, которую мы начинаем, с Божьей помощью, иметь серьезный информационный центр здесь. У нас огромное количество людей, которым не безразлично. Такие вот интересные идеи, проекты и в России, и за пределами Российской Федерации, которые могут спокойно вносить свои пожертвования, могут участвовать в той грандиозной стройке, которую нам предстоит сделать. После совещания все его участники прибыли в сельский храм, посвященный великому заступнику и чудотворцу Николаю. От имени светской власти со словами поздравления к собравшимся обратился Сергей Иванович Морозов. Нас трудно отделить светскую власть от духовной. И не только потому, что мы вместе заботимся о стране, но еще и потому, что мы вместе заинтересованы, чтобы люди жили в мире согласия. Жили здоровыми, почитающими своих родителей, свою веру, свои традиции, и любящих своих детей, и мечтающих о будущем. Именно поэтому, когда Владыка обратился к нам с предложением обратить внимание еще более пристальное, чем до этого было на Сурское, мы с радостью откликнулись. Затем Владыка Иосиф в сослужении епархиального духовенства совершил праздничную божественную литургию. День памяти самого любимого и почитаемого на Руси с древних времен угодника Божия для села Сурское – особенный день. Ведь эта земля ознаменована явлением святителя-чудотворца Николая. Тесельчане, пришедшие в храм молитвенно разделить с архипастрем, священством и друг с другом радость престольного торжества, причастились к святых и животворящих христовых тайн. После литургии было совершено молебное пение святителю Николаю. Митрополит Иосиф обратился ко всем с архипастерским словом. В нем он напомнил о множестве добрых дел и чудес, которые совершил святитель Николай при своей земной жизни и после нее. А также Владыка отметил, что и мы должны стремиться подражать святым угодникам Божиим. Примеров его отзывчивости можно приводить в великое множество. Но для нас это, кроме того, еще и духовный урок. Ведь мы должны учиться у святителя Николая, быть отзывчивыми и сострадательными. Потому что ведь не только когда-то, где-то в истории были нуждающиеся люди, которым святитель Николай помог, эти люди есть рядом с нами. И подчас нужно их увидеть и им помочь. Сказать им доброе слово, поддержать их, помолиться за них. Невзирая на промозглую погоду и гололедицу в этот декабрьский день, многие после богослужения отправились на святое место – Николину гору, где возвышается часовня, напоминающая о чудесном явлении святителя в этих благодатных местах. Я все мечтала. И наконец-то моя мечта сбылась. Мы сегодня приехали сюда. У меня муж зовут Николай. У него сегодня именин. Вот службы простояли. Как хорошо. Не кончается поток людей, приходящих и к источникам, и на Николину гору даже в будние дни. Ведь известно, что, как и раньше, много веков назад, люди получают благодатную помощь и утешение по молитвам заступника земли русской – святителя и чудотворца Николая. Наталья Шуплецова, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодняшний вопрос связан с таинством крещения. Нас спрашивают, каким образом и согласно каким правилам выбирается имя для крещаемого человека, и можно ли поменять крещальное имя, если почему-либо оно мне не нравится. Что касается первой половины этого вопроса, то должен признать, что не существует единого и общеобязательного какого-либо жесткого правила или стандарта, как именно давать имя новокрещенному человеку. Более того, в разных поместных церквях – русской, греческой, болгарской или сербской, или иных – этот вопрос решается не одинаково. Да и в русской церкви традиции в разные века были тоже различны. Существует, например, обычай давать имя в честь того святого, память которого приходится на день рождения малыша, или же на день крещения, или же в один из близлежащих дней. Однако Церковь Христова уважает свободу каждого человека, и в том числе свободу родителей, их право нарекать своих деток любым понравившимся им именем. Единственная традиция, которой придерживаются христиане издревле в этом вопросе, так это традиция называть своих детей в честь кого-либо из святых, когда-либо прославившихся по лицу всей земли. Или, как еще иногда говорят, согласно святцам, или по месяце слову, по перечню имен святых. Теперь ко второй половине этого вопроса. Можно ли поменять имя данное прикрещение, если почему-либо оно мне разонравилось? Как я уже говорил, Церковь Христова уважает свободу каждого человека. И, разумеется, никто не вправе отказать вам поменять фамилию, имя или отчество, если почему-либо человек этого захочет. Но важно понимать, что имя данное прикрещение, тем не менее, неизменно, пребывая с человеком на протяжении всей его жизни. И даже если вы поменяете паспорт, и даже если для всего гражданского общества вы будете фигурировать под другим именем, то в Церкви Христовой вам все равно нужно будет называть то имя, которое было дано при крещении. Ну, сказать, что конкретно, какой рождественский стол должен быть у христиан, если мы возьмем типикон, то там написано так, что в эти дни мирянином разрешается пища на все, то есть и мясо, и рыба, и яйца, и молоко. Монашествуем же на рыбу, яйца и молоко разрешается. Но, а каким он будет, наверное, в каждой семье есть какие-то свои традиции. Кто-то, может быть, рождественского гуся приготовит, кто-то там, я не знаю, кто на что способен в своих кулинарных фантазиях. Но самое главное, рождественский стол должен быть каким? Когда тогда мы все приготовим, и будем в предвкушении наслаждения этого стола, то надо от этого стола какой-то кусочек отдать тому, у кого этого стола нет. Вот тогда этот стол будет рождественский и радостный стол. А то какая радость разделять эту пищу с теми, кто сам имеет больше, чем мы имеем, может быть, даже. Поэтому и святки, они посвящаются не для того, чтобы в эти дни есть, пить и веселиться, а для того, чтобы успеть створить как можно больше добрых дел. И тогда и радость будет совершенно она, и что ты знаешь, что ты кого-то накормил. Вот это и есть рождественский стол. А что мы сможем поставить на этот стол? У каждого по своим возможностям, по своим желаниям, конечно же, Бога ради. Я думаю, это так. Что такое Колево или Сочево? Это одно и то же, можем сказать, и Кутия. Два дня – это размоченные зерна пшеницы, либо сваренные зерна пшеницы, и сдобренные либо медом, либо каким-то соком. Бывает два дня, когда сочельники рождественские и крещенские, и как бы в эти дни стараются питаться сочевым. Но это не обязательно, и это даже не то, что не традиция, но это и не обязательно. То есть, если не этого сочева, или, может быть, кто-то и не кушает пшеницу, можете съесть яблоко. Ни к чему это не обязует. Многие даже не едят в эти дни. Смысл сочевой Колевой – это в том, что это зерна. И она обоснована на том, что Господь говорит, если пшеничное зерно в землю не упадет, то оно упадет и не умрет, то оно будет одно. А если умрет, тогда оно принесет плод. Так и поэтому кутья, которая бывает поставлена для поновения усопших, как бы именно знаменит о том, что человек умер для того, чтобы встать в новой жизни. И еще сочева, она как бы нам преподается для вспоминания святых отроков Даниила, Азария, Месаила. Она не Азария, Месаила и Даниила. Эти три отрока, когда-то Вавилонский царь, захватив Израиль, то велел со всех колен собрать самых лучших отраков, чтобы для того, чтобы их воспитывать. Но и чтобы они дали были царедворцами при его дворе. Но эти четыре отрока, главе с Даниилом, отказались от принятия пищи, которую приносили им с царского стола, и вино, и яссо с царского стола. А все это для того, чтобы они были самыми красивыми, самыми умными. Мы воспитание такое получили. То начальник, который был поставлен над ними, испугался, что если они не будут вкушать этой пищей, то они будут силами и здоровыми. Тогда Даниил сказал, дайте нам 10 дней, и если после 10 дней вы увидите, что с нами ничего не произошло, то тогда мы будем продолжать поститься. Начальник согласился, и через 10 дней, когда появились эти отроки, то они были самыми красивыми и самыми упитанными. Тогда он разрешил им поститься, не нарушать закон Божий, который они хранили свято. И зато Господь и даровал им всем иметь разум и мудрость, а Даниилу даже и пророчество и толкование снов. Это укор даже нам и нашим родителям, которые говорят, такой ребенок нельзя, надо от мяса, чтобы был умнее, надо кормить тем-то, тем-то, тем-то. А эти 4 отроки вкушали только овощи и воду, и оказались самыми красными и самыми умными. Так что пост обратно же тут. И воспоминание как бы о том, что именно так отроки постились, вкушают это с учебой, и по этой еще причине. Вино, конечно же, можно, но сколько? Сам Господь благословляет. Если вы помните, то первое чудо, которое совершил Господь, это когда Он в воду превратил в вину. Для чего Он это сделал? Для того, чтобы был праздник достойный у этих молодоженов, чтобы как бы их поддержать и не унизить их перед другими, чтобы вот не запасли там вина и тому подобное. И сам про Себя Христос говорит. Пришел Иоанн Креститель, не ест, не пьет. Говорят, Он бесы имут. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет. Что говорят? Он любитель есть и пить вино и друг моторям и грешникам. То есть здесь Христос говорит о том, что Он и Сам пил вино. И также, если вспомним последний день, вернее, последние моменты жизни Христа Спасителя, когда Он сидит со Своими учениками, то Он что? Он благословляет чашу с вином и предлагает своим товарищам апостолам, чтобы пили они из этой чаши вино. Так что оно благословлено за девять веков до Рождества Христова. Псалом 5-й Завет написал. И вино веселит сердце человека. Но обратно же должны знать и миру. А то у нас, получается, пропустил рюмку, а дальше забыл сколько. Вот чтобы такого не случалось, еще раз скажу, что святки, они предназначены не для того, чтобы есть, пить и веселиться, а для того, чтобы творить доброе дело. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!